Субтитры создавал DimaTorzok Идея равенства, она захватила все низшие слои общества, хлебеев, несостоявшихся людей, серых мышей. Всем захотелось равенства. Равенства с кем? С яркими людьми. И это равенство было осуществлено якобы Российской революцией. На эту удочку попались многие. Друзья, ну разве можно верить тому, чему поверили якобы те, кто делал революцию? Мой дед вернулся из Питера в 1923 году и сказал, что я с этим рыжим чертом работать не буду. И многие еще и пикеты он сообщил. Это как раз о Ленине. Рыжий, косой черт, говорил мой дед. Рыжий, косой черт. Это был гений русской революции. Это был вождь. Рыжий, косой черт. Это кто? Это дьявол. И это нужно понимать. Они многие были рыжими. Каштановым. Чубайс. Вы что, не хотите жить? Чубайса себе сегодня в лидеры, который поведет вас к большому и светлому будущему. И тогда люди не хотели. Ну их заставили, и они пошли. А Сталин каким был? Рыжим. Хотела сказать пернаторным. Да. Так это обольстительная для масс идея. Прочно укрепилась в душах. И, конечно, принесла свои плоды. Она потрясла основы старого общества. А это страшно, когда основы старого общества сотрясаются. Потому что происходит турбулентность. И турбулентность дала возможность совершиться революции. Некоторые равенства и неравенства. Они разделяют расы. Расы. Хорошо, это когда расы, друзья. А когда это индивидуумы. Когда это просто люди. Люди, воспитанные в лучших традициях. Люди образованные. И люди плебеев. Отсахи. Вы можете сказать, что нет. Да что ты там. Вы воспитанники рабочего класса. Те, кто воспитанники. Они не понимают, что человек умственной возможности совершенно не равен человеку отсахи. Человек отсахи. Это практически друзья. Первобытный человек. Это человек на грани полуживотного, получеловека. Вам это не расскажут. Вам это не рассказали. Кто такие были эти люди. Перестроить учреждения и дать всем людям одинаковое знание, одинаковые возможности, одинаковые принципы. Это, друзья, невозможно. Ведь люди все разные. А так как люди разные, мы не можем претендовать на равенство всех. Другое дело, когда люди низшего звена, которые получили власть в руки. А это сегодняшние олигархи. Это люди низшего звена. По кастовости. По своему происхождению. Они обманным путем захватили власть и стали богатыми. И теперь даже своих детей, когда они обучают чему-то, они не могут их обучить. Их дети необучаемые. Их дети из примитивной расы. Они выведенные. Мы, конечно, можем с вами говорить о том, что все-таки мы должны равны. Да, хочется вам быть равными. Но каждый из вас подумайте, а достаточно ли в школьное время, в детское время развивались свои мозги? А что вы делали в детское время? Я читала книги. Я прочитала всю нашу Чукотскую библиотеку. Я родилась в поселке Шахтерском, Шахтерский-2, Анадырского района, Магаданской области. Я прочитала всю школьную библиотеку. Я начала учиться в университете. Сама поступила. Без блата. Мои родители остались на Чукотке, а я приехала поступать в Москву в университет. Сама поступила. Без блата. Еще раз вам говорю. Говорю. А вы попробуйте поступить в московский университет без блата. Возможно ли это? Я понимаю, что вы можете многие пожать плечами. А что еще вам сказать? Я училась в московском университете. Читала. Я посмотрела библиотеку, которая у нас на факультете. Она мне не совсем подошла. Я пошла в соседнюю общую университетскую библиотеку. Там же, на Маховой. Это напротив Красной площади. Кто не знает. Напротив Александровского сада. И, да, друзья, я там стала брать книги. И брала книги, когда мне библиотекарь говорил, из семи книг, которые я заказывала, он мог выдать одну, а сказать, что все остальные для профессорского, преподавательского состава, не для студентов. А что это значит? Чтобы студенты не были очень умными и образованными? Да, друзья, я танцевала. Я танцевала почти профессионально. Народный танец профессионально танцевала. Я выступала на сцене. Я играла на фортепиано. Я давала концерты. Я занималась гимнастикой, акробатикой. И была вожаком комсомольской организации. Вы понимаете? И мне что, нужно сказать, что мне должен быть равен кто-то, какой-то собакевич, который не моет своих рук и не чистит зубов? Он должен быть мне равен? С какой стати, друзья? Я за то, чтобы мы с вами делились по человеческим принципам, умственным принципам, а не по границам. Разделение по границам не должно быть. Разделение по богатству. Вы понимаете, что умных людей лишили богатства? А богатство захватили кто? Рассказать вам, как князь Монако стал князем Монако? Бандиты во время бури высадились, целенаправленно высадились на Рок. Рок – это скала в Монако. Высадились туда и постучались. А так как была сильная буря, то им в королевском дворце открыли дверь и впустили их переночевать, потому что была буря, их пожалели. Умный человек имеет сострадание. Человек из низшего общества сострадания не имеет. Собакевичи, нет, они рвут кусок первое, они не имеют сострадания. И вот эти бандиты ночью встали и перерезали всех детей. В общем, все роднёк перерезали, а наутро они объявили себя королями, князьями Монако. Это друг нашего Владимира Путина, князь Альберт Монакский. Это он потомок. Ну, правда, у нём ещё течёт Гресс Келли, кровь. Это была женщина совершенно другой национальности и крови, а не как князь Монакский и его папа. Да, друзья, много вещей, которых мы не знаем и не хотим понимать. Но это важные вещи, которые необходимо нам понимать, что мы не равны, и мы можем быть равными только среди равных себе. А для этого я всегда вам говорю – образовывайтесь. Ведь ваш ум – это ваше достояние. Это единственное ваше достояние. Да, конечно, на сегодня он может быть неоценён, неоплачиваемым. Да, но вы всё равно умны, и ваше общество с другими людьми рядом, а не среди нищей, плебейской бедноты, которая по команде ФАС начинает рвать любого, кто вокруг вас или даже вас самого. Вот такая ситуация у нас с вами, друзья. Так что равенство среди плебеев и умнейших людей невозможно. А также равенство по крови. Равенство крови. Но здесь, друзья, загадки некоторые, которые я пытаюсь дать вам ответ, почему равенство крови невозможно. Слушайте другие мои ролики на эту тему. Я Таня Карацуба, Сиидбургава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова